По идее, это достойный конец солдат. А что еще поделаешь-то? Если это остановится вот на этом, к чему это все было? Ну хорошо, что мы от него едем, это все. Там, может, с ума сошла. Защитить себя надо было все равно. Путин с Зеленским будут переговоры? А что я могла ему ответить? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Он такой веселый был, собранный и сорганизованный такой. Всегда помогал, беспокоился обо всех. Последний, вот это главный, кто там у них сержант или кто? Бригадир, он сказал, что все у нас хорошо, а на завтра, 16 марта, а 17 марта пришла. Пришли вот. Сказали, что он умер. Сказали, что он умер, 12-го даже. Закончил физический спортфак. Вот он хотел спортфак. К этому и готовился, наверное, со спортфак. Учителем попробовал себя. Дальше года нет, по-моему. Сколько-то месяцев поработал. Ушел. Зарплата немизерная. 7 тысяч. Нравилось. Детей с детьми сколько ездил. То на лыжи, то на волейбол. Это футбол. Я их возил, возил. Зарплата маленькая. 7 тысяч. 7 тысяч. Это здесь в Улан-Удэ. Да, в каком году? 2000 на 13-м году, по-моему. Или 14-м году. После этого сразу шел в этот контракт. Ну, где-то 40, наверное, 50 получали. В школе 7. 7. Там разница большая, конечно. Кормить надо было семью. Там дома-то не было. В ветхой избушке как бы жили они. Вот построили. Замерзло все. Холодно тебе? Он очень любил что-то лепить, рисовать. Что-то вот такое. Почему-то мы думали, что творческая профессия была. Потому что рисовал очень хорошо. Одно время был такой период, когда уже постарше он работал до армии. Работал в театре у Баскакова. Молодежный театр. Хотел там работать. Ну, он в каких-то спектаклях был задействован. Потом как бы помогал он там по сцене. И было такое, что он даже жил в этом театре. Мы думали, что он там будущая с театром. Он год служил. Потом при... Ну, сам демобилизовался. И, получается, работал по сигнализациям. Я его в свою сферу... Я специалист по системе безопасности. И, получается, я вот его в свою сферу позвал. И он как бы тоже там денежку зарабатывал. Отдельно жил. Хорошо все у него было. Девушка была. А потом что-то как-то не сложилось. Не знаю. С девушкой остался. И в армию по контракту пошел служить. Вот это все он сделал своими руками. Никто его не учил. Глядя в интернете. И машинку все переживал, что вы не купили. Да, что не купила машинку. И уже будучи там, он так уже, наверное, крайний раз, когда звонил, сказал, ты обязательно купи машинку, потому что цены растут. Вообще, знаете, пока 12-13 дней ждала я его, да? Вот я почему-то их вспоминаю с какой-то теплотой. Почему? Потому что надежда еще была. Приходили разные известия, которые были обнадеживающие. И что где-то в списках не подтвержден. Видишь, сколько здесь у тебя друзей-то лежит. И тут не скучно. А вот один рядышком здесь лежит. И вот так по соседству и похоронили. Вот они втроем. Вот так. Очень много мальчишек. Денег мало платили на тот момент. Занплаты плохие были. А в армии хорошо платили. Но если в армии тысяч 40-50 получали, то на тот момент за сигнализацию тысяч 12-13. Ну, это как год-то когда какой был. Я сам такую же занплату получал. Тоже у меня 8 тысяч вообще в ЖУ была. А сейчас-то у вас нормальная заплата? Ну, не такая. Обычная, средняя там. 25-26. Ну, я одна осталась, получается. Вот сейчас вот мешки нет. Я говорю, он хотел на нее опеку оформлять, но ему не разрешили. Как бы профессия, связанная с риском. Был бы женат, был бы свое жилье бы отдельно было. Жена бы была другого русского. Он материально поддерживал постоянно ее. То есть, как бы ежемесячно, постоянно материально. То есть, школу собирать. Это Миша у нас в школу собирает. Что-то там в школу надо. Это Миша. Лекарства. Миша. Девчонка болеет часто. У нее тензилит уже, по-моему, хронический. То есть, все Миша. Я подрабатываю как могу. То есть, неофициально как могу. То есть, ее тоже одну силу не оставишь. Я говорю, болеет часто девчонка. У нас, получается, опекунские. Ой, господи. Сейчас 7400, по-моему, стало. 50% опекунские. Потом второе пособие с 8. В общем, вместе все, вместе с моей подработкой, выходит около 20. Нам на двоих, да. Да. Что, стараемся как-то прожить. В магазин ходить страшно. Ну, ладно. Выходим. Я зашла за капустой. Тут на днях я говорю, ой, пирожки что-то золотые получаются. В общем, у меня кощенок вот такой вот небольшой. Ну, сколько там, по-моему, полтора, что ли, килограмма. 153 рубля. Да у нас даже банан дешевле, капуста. Капуста местная. Новый урожай, говорит. Да ладно, бог с ними. Что теперь? Жить надо. Жить будем. А вот эта фотография сделана 31 декабря. Вот посмотрите, мы все вместе, да? Да, они фотографируют. И знаете, я как подписала? Счастье есть. Оказывается, нет. Не было возможности дать образование, я считаю. Хотя и с образованием люди не все могут найти дело такое. Работать это не значит работать, занимать себя, чтобы еще достойная жизнь была, да? Поэтому, ну, пока достойнее этого не было ничего. Вот сейчас он должен был выйти в защиту диплома. Учился в СГУТУ на экономиста. Я и всегда хотела, чтобы он получил высшее образование. Но не было возможности. Не было возможности. Ну, вот вы видите же, как мы живем. Что учитель сельский мог заработать? Вы сами понимаете, заработная плата, перспективы у военнослужащего хотя бы заработать на жилье. Ну, а в школе таких перспектив нет. Я говорила, может, говорю, уйдешь куда-нибудь учителем, тренером. Можно, говорю, уйдти. Но там, говорит, зарплата маленькая. А вы почему хотели, чтобы он не служил в армии? Он уже почти не спал. Ездил все время туда. Столько командировок. Детей расти надо. А детей почти одна Машенька воспитывает. Он все время в отъезде, в командировке. Я не чувствую, может, он, думаю, все же в командировке. Меня зовут Дудуков Аюр. Я брат Ангалана Дудукова, который погиб 12 марта 2022 года. Время спецоперации на Украине. Спасибо. Вы получили. Отпустите. Ну, а он мне как бы говорил, то, что вот это моя работа. Я как бы в своей стихии, мне нравится. Я очень люблю свою работу, ну, службу. Да, я изначально думал, что он бы как бы стремился в силовых структурах служить. Нормально к службе относился, нравилось. То есть, увольняться-то он как бы не собирался, это однозначно. Но он в основном зарплату всю на снаряжение не тратил. Ну, в смысле, он бронежилет себе купил, итальянский хороший. Но не спас. Мама у нас умерла, господи, в 18-м году. Умерла от рака. Вот, с отчим, то есть отец Саши, Миша, да, он умер еще, я даже уже не помню, в каком году. Это очень давно было. Мишка еще маленький был. Мама ростила в основном, да. Вот это самое главное, действительно, мы разговаривали тоже. Как хорошо, что мать не видит этого всего. Она, говорит, с ума сошла. Ну, наверное, если послушать политику, без этого же нельзя было. Защитить себя надо было все равно. От кого? От нацистов. Кто-то же должен защитить. От кого? Вот народ. В смысле, жители Украины защиты? Жители Украины, наверное, я не знаю. Защитить от нацистов жителей Украины? Да. Наших мальчишек отправили? Ну, я теперь думаю, если это остановится вот на этом, к чему это все было? К чему это было? Ну, горжусь я братом, то, что, как еще-то, по идее, это достойный конец солдат. А что еще поделаешь-то? А как вы относитесь вообще к спецоперации? Да, нормально. Давно по-настоящему надо было делать. Главное, чтобы было мирно. Пускай никуда, вот, никто не страдает, никто не плачет и все. Детей жалко. Детей жалко. Потому что дети очень много страдают. Матери страдают, да. И когда Степа 23-го звонил, 23 февраля был крайний звонок его мне. И вот знаете, мне не хотелось с ним говорить. Вот как ни странно, да. Вот так. Может, все равно, когда любимый человек, каждое там слово, каждый звонок ждем, да. А я не хотелось с ним. Вот знаете, вот не хотелось говорить. Сейчас-то себе как-то даю отчет, почему я не хотела. Радостного-то нет. Не мне нечего ему сказать, не ему. Да, мне. И я почему боялась, хотелось скорее прекратить разговор. Не дай бог, если голос у него дрогнет. А если, не дай бог, я там заплачу, его это расстроит. Вот так я теперь себе объяснение даю, что почему мне не хотелось с ним разговаривать. И он, это был 23 февраля, я поздравила его с праздником, хотя какой-то праздник, да. И он единственный вопрос задал с такой надеждой, что я ему отвечу. Говорит, Путин с Зеленским будут переговоры. На что я могла ему ответить? Ну, у меня сын самостоятельный был, все сам решал, все сам делал. Поэтому правильно, наверное, выбрал. И выбрал вот эту профессию. И отдал даже жизнь за эту профессию. Может, лучше учителем было? Да, учителем, конечно, лучше было бы, если бы платили больше. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА